здравы будьте сегодня мы продолжаем разбирать мифы из звездной книги коляды и наш сегодняшний миф будет называться велес и буря яга разбором этого мифа мы начинаем разбор ветв велеса относящихся к эпохе весов и описывающие взаимоотношения между партнерами и законы относящиеся к знаку весов мистерии знаку весов миф достаточно большой поэтому разбирать мы будем его из нескольких частей вот миф достаточно интересный в нем много символики некоторую я даже затрудняюсь интерпретировать но у кому интересно тот может подумать дополнительно чтобы это означало ну начнем я буду зачитывать как всегда миф частями еще раз говорю миф называется велес и буря яга прежде было у велеса время честь была ему и хвала ну а ныне пришло безвременья лихо горько гримычное а виной тому слово лишнее что перунице было сказано были мы с перу нам товарищи но а ныне пошла наша дружь дружба в рост а виной тому дива дыевна помутившая светлый разум хочу напомнить что предыдущий миф который мы разбирали относящихся к виду перуна говорил о том как велес был пленен красотой дивы дыевны и на какое-то время убил ее своего друга перуна там где присутствует дыр всегда присутствует раздор между друзьями в частности особенно из-за женщины закрученился он опечалился из печали той оседлал коня и поехал прочь от уральских гор к чужой земле царству царству змееву здесь тоже интересный момент в мифе царство змеево конечно представляет собой царство более низких вибрационных уровней более за материализованная там совсем иные законы ну почему велес поехал именно к этому царству здесь мы видим пишут что закрученился он опечалился он из печали той он поехал к царству змееву то есть конечно круче на печаль тоска это низкие вибрации и они в принципе могут приводить душу человека к такому состоянию что его конечно тянет вот в эти змеиные царства я говорю о внутреннем состоянии а велес здесь в книге описан как соборная душа человеческая то есть наш первопредок что случалось с велесом то в соответствии с законом герметичности мало великом великое в малом или все что внизу подобно тому что наверху все это происходит и в нашем человеческом мире яви доезжал до речки смородины вдоль бережочка смородины кости сваленные человеческие волны в реченьке тонкие пучие за водой за волной ледяной плещет огненная и бурлит она и клокочет волны вдруг реке взволновались на дубах орлы раскричались выезжал тут горыня змеевич чудо юдище шестиглавая скалы он и горы вывертывал через речку их перебрасывал тут под чудищем встрепенулся конь что ж ты волчья сыть спотыкаешься аль ты думаешь будто велес здесь выезжал к нему грозный велес ай да полно тебе рушить горушки уж мы съедемся в чистом поле мы поборемся поратаемся да кому всевышний поможет соезжались велес с горыней бились в полюшке трое суточек бились конными бились пешими подвернулась ножка горыни он упал на землю сырую и взмолился он буйный велесу ты не бей меня буйный велес лучше мы с тобой побратаемся буду я тебе братом названным поднимал тут велесуревич называл он братом горынюшку поехали братья полюшком вдоль той речки быстрой смородины и заехали во дремучий лес волны вдруг на реке взволновались на дубах орлы раскричались выезжал дубынюшка дубынюшка змеевич чудо юдище трехголовое он дубы выворачивал с корнем и за реку их перебрасывал тут под чудищем встрепенулся конь что ж ты волчья сыть спотыкаешься аль ты думаешь будто велес здесь выезжал к нему грозный велес ай да полно тебе выворачивать пни уж мы съедемся в чистом полюшке мы поборемся поратаемся да кому всевышний поможет соезжались велес с дубыню бились в поле они трое суточек бились конными бились пешими подвернулась нюшка дубыни и упал он дубом подкошенным и взмолился он буйный велесу ты не бей меня буйный велес лучше мы с тобой побродаемся буду я тебе братом названным поднимался тут велес суревич называл он братом дубынюшку и поехали тут вдоль реченьки вместе с велесом братья змеечья змей горыня и могучий с дубынию видят вот разлилась смородина в три версты шириной устала запрудил здесь речку смородину сам могучий усыня змееч ртом усыня реченьку запер усом ловит он все тро в реке выезжал к нему грозный велес ай довольно тебе рыб ловите в речке уж мы съедемся в чистом поле мы поборемся поратаемся да кому всевышний поможет заезжались велес с усыню бились в поле они трое суточек бились конными бились пешими подвернулась нога усыня и упал усыня сын змееч и взмолился он буйный велесу ты не бей меня буйный велес лучше мы с тобой побратаемся буду я тебе братом названным поднимался тут велес суревич называл он братом усынюшку и поехали братья дальше и сказал тогда братьям змеечем велес сын коровы небесной как бы нам перейти на ту сторону тут усыня змей пораскинул усы и по тему сам через реченьку перешли не в царство змеево тут я остановлюсь а немножко давайте поразмышляем над прочитанным фрагментом мифа и так чем мы сталкиваемся мы сталкиваемся с тремя змеями то есть это конечно не светлые боги ясуни это представители царства змеев горыня тубыня и усыня с первым с кем сталкивается велес который в печали и едет в сторону царство змеева встречает его реки смородины которая как известно разделяет два мира это горыня змеевич шести главы он вырывает горы сдвигает их если брать символическое значение этого что такое гора гора это горный путь духовный путь то есть когда человек начинает подниматься так сказать ну на вибрационном если современным языком уровне когда он начинает подниматься и строить свой внутренний храм внутри себя когда он начинает подниматься к богу это называется горным путем гора это еще символ духа символ победы духа над материальной частью души и скажем так которая при обрезу про преобразовывая душу чем занимается данный змей или демон можно так сказать да просто он делает так что человек падает ухом что он не стремится каким-то вы и сам он забывает свое духовное начало и делает одно это при помощи своих шести голов он же шести головы шестерка связано в астрологическом значении связано с планета венера и с материи земли то есть иными словами этот демон просто заземляет души человеческие зацикливает их на материи здесь я тут оговорюсь здесь есть два подхода к материальному либо ты живя в мире яви познаешь этот мир материальный прекрасный мир созданный нашим родом рожденный родом и созданный сварогом нашим отцом батюшкой вдохновленный прекрасный нашей богородицы ладой созданный в любви и вот человек он познает этот мир он познает он одухотворяет материю что значит одухотворяет он через материальное взаимодействие он познает законы бога тем самым расширяя свое познание расширяя увеличивая свои вибрации и поднимаясь выше то есть материальный мир становится неким трамплином для души человеческой которая идет дальше развиваться возможно в иных мирах более высокого порядка но здесь она должна пройти свой путь и другу другая сторона когда человек настолько заматериализовывается ассоциируя себя только со своим физическим телом и живя только потребность только лишь потребностями телесными потому что в жизни должно быть и то и другое и духовная пища и физическая но человек живет именно только физическими потребностями думая что он живет один раз и должен жить взять от жизни все дальше хоть травами расти такая позиция очень опасно это начинает разрушать человека изнутри конечно когда он забывает о том что он прежде всего вечная душа и отвечая за свои поступки ему конечно же придется в следующих воплощениях или через его же потомков но человек вот как я уже сказал ассоциирует себя только с телесным только со своим телом и таким образом он начинает разрушать не только себя но и природу вокруг себя материальный мир относясь ко всему паразитические и потребительские поэтому вот первый демон с которым сталкивается велес это горыня которые с помощью материальной так сказать зацикленности он усыпляет дух человека ломает дух человека человек как бы перевоплощается даже можно сказать жизни в жизнь но эволюции в духовной непосредственности происходит второй демон с которым сталкивается велес это дубыня что делает дубыня он вырывает дубы из и земли а дуб это символ рода символ родовой связи то есть это некий демон который воздействует на человеческий души таким образом что они забывают кого они рода племени они отрекаются от своих корней от своих предков либо это люди которые внушают другим ради собственной выгоды что почитание предков и быть в родовой связи в семье это не главное главная личность человека вот не общество именно личность в общем то говоря у дубыня лишает людей своих корней они забывают об этом что у нас принципе сейчас и наблюдается вот такой вот змей и еще один интересный конечно персонаж это усыня который запрудил в реку и ловит усами рыбу я долго думала над этим символом и в принципе пришла вот к такому выводу что усы это символ неких таких любовных ни к чему не обязывающих приключений это ну то есть это символ свободных отношений причем говорится что у сына у него были огромные усы которыми он ловил рыбу то есть как можно это интерпретировать что это демон который толкает человеческие души на вот такие свободные ни к чему не обязывающие отношения любовные когда семьи не создаются просто меняются партнеры допустим там каждые три месяца но у кого как то есть никакого серьезного такого отношения люди перестают создавать семьи и соответственно дети либо не появляются потому что люди не хотят детей это же не семья это просто свободные отношения либо появляются нежеланные дети потому что обычно когда целью отношений не является создание семьи а просто удовлетворение каких-то своих физических потребностей и так далее это конечно дети чаще всего нежеланной поэтому а рыбы это символ плодородия это символ в том числе и детей приходящих душ детей приходящих мир яви поэтому сынья их ловит своими усами то есть дети которые рождаются в таких отношениях но когда все общество практически живет таким правилам что отношения между мужчиной и женщиной это в основном не для создания семьи продолжения рода вот просто вот такие вот свободные ни к чему не обязывающие отношения конечно у сыня такие души он изначально может ловить души вот таких вот ну потомство которые могут давать такие отношения и вот велю сталкивается с такими тремя демонами и он вступает с ними в бой и каждого из них он побеждает то есть всевышний помогает именно велесу о чем это говорит что человек конечно должен сражаться с таким с такими проявлениями темных сил и он конечно же может их победить но в дальнейшем происходит интересно что велес победив их допускает дружбу с ними допустив дружбу с такими змеями естественно это приводит к своим последствиям каким последствиям побратавшись этими змеями велес уже хочет перейти на ту сторону реки смородины то есть вначале он находится на одной стороне на границе как бы между двумя мирами тут он его тянет уже перейти в темное царство для чего это вели сделает мы посмотрим в дальнейшем но естественно вибрационный уровень понижается намного у него возникает вот желание перейти в темное царство и благодаря одному из демонов по его усам они переходят на ту сторону и оказывается в темном мире всем нам царстве видят там в лесочке изба стоит и на ножках куриных вертится в круг избушки то есть черепами тын каждый череп огнем пылает и сказал избушечки велес повернись к лесу задом к нам переда повернувшись избушка повернулась избушка как сказано двери сами в ней растворились окна сами настежь открылись вот заходят в избу нет в избе никого есть лишь рядом хлевец а в хлеве стадо овец и сказал тогда велесуревич то изба богини усоньши великанши яги святогоровны и еще сказал велесуревич говорят говорит о том книговед что была она ясей звездной и влюбилась в дона батюшку сына раз коровой дану то был ягви дон в жизни при прошлой и охотился дон на вепря этим вепрем был сам деница и поднял на клыки дона мощный вепрь и на матушку землю ронял его и погиб тогда дон великий его кровушка протекла рекой стала речка то тихим дона и еще сказал велесуревич и тогда вдова дона батюшки от печали стала егою и отправилась царство темное и навеки здесь поселилась из этих слов велеса можно вывести несколько выводов во первых здесь становится понятным почему велес решил пойти в царство темное и подружившись со змеями он переходит в царство темное потому что иной дороги туда как бы нету нужно по подружиться с некими темными силами вот и тогда ты его попадешь в это царство видимо он принципе знал куда он идет он идет к той с которой он встречался в прошлой жизни богатырши и святогоровне и поэтому вот он и решает видимо подружиться со змеями для того чтобы найти свою прежнюю любовь и второй вывод великанша святогоровна была ясуней ясуней что значит то есть она принадлежала к светлым богам она шла путем ярко путем звезды но когда погиб ее супруг дон прошлом велес в прошлом воплощении она очень сильно опечалилась она настолько переживала это что постепенно она скатилась до того чтобы жить в царстве змея в виде вот такой вот страшной бури яги страшно и вот в дальнейшем мы прочтем описание мифе ее внешности это конечно образное описание ее внешности тут имеется ввиду что принципе она и состояние человека духовного она скатилась и до состояния зверя разумного живущего практически одними инстинктами из чего мы делаем вывод что наши предки резко выступали против того чтобы сильно печалиться об ушедших даже если это супруг любимый вот нельзя доводить себя до такого состояния нужно отпустить понимая что они живы только они находятся в другом измерении в другом мире но они нас видят заботятся о нас в общем об этом предупреждают миф иначе можно очень низко пать в своем душевном и духовном состоянии читаем что же было дальше в той избушке остались они ночевать а на утро вели с дубынию и усынию в лес поехали избушку речки смородины сторожить горыню оставили потемнело вдруг небо синее закрутились вихри пыльные преклонились все дубравушки прилетела тут в ступе огненной за собою путь заметая вихре буря яга золотая нога великанша дочь святогора подлетела на к избушечке на крыльцо за кольцо ты вставай-ка горыня отвори ворота разводи-ка быстрей в печке жаркий огонь накорми меня напои меня отвечал горыня яге не кричи уже слезу я у соньша с печи и тебя булавое по почву осерчала яга хлеб взяла со стола стала бить краюшкой из меча и побила его от лупила чуть живого под лавочку бросила а сама затем съела братцев обед трех овец и барана зажаренного мне стряпня ваша очень понравилась ждите скоро опять на обед при прилечу как козлеса приехали братцы спросили что же горыня ты нам не изготовил обед я не мог приготовить я так угорел что и сил не имел с места сдвинуться снова братья уехали в лес на охоту и в избушке дубы не оставили тут я остановлюсь дальше сюжет конечно будет повторяться просто хочу показать вот здесь показывается царство змеи и как в принципе по правилам этого царства те кто куда попадает по своему душевному состоянию как они в принципе ведут себя едят они одно мясо вот дерутся гостеприимства тут конечно никакого нету они зашли в ее сбу они же там ночевали изготовили обед из ее же еды и этот же змей ей говорит что я тебя сейчас булавую по почву вот ну на что яга конечно не растерялась отдала сдачи принципе вот такие вот у нас порядке я думаю что и в нашем мире можно это увидеть в некоторых семьях подлетела к избушечки буря яга на крыльцо за кольцо ты вставай-ка дубыня отвори ворота разводи ка быстрее в печке жаркий огонь накорми меня напои меня тут ответил дубыния ге не кричи уже слезу я усонь шас печи и тебя булавую по почву осерчала яга и взяла помело и побила дубынюшку змеича чуть живого под лавочку бросила как приехали братцы спросили его что дубыня ты не сготовил обед я не мог приготовить я так угорел что сил не имел с места сдвинуться снова братцы уехали в лес на охоту в избушке усыню оставили пролетела к избушечке буря яга на крыльцо за кольцо ты вставай-ка усыня отворяй ворота разводи ка быстрее в печке жаркий огонь накорми меня напои меня тут ответил усыня леги не кричи уже слезу я усонь шас печи тебя булавую по почву а яга тут схватила его за усы и давай по избе великана таскать и побыл и побила усонишь у сонюшку у сонюшка змеича чуть живого под лавочку бросила как приехали братцы спросили его что ж усыня ты не состряпал обед я не мог приготовить я ус подпалил и не смог потом с места сдвинуться велес после остался зарезал барана и на лавочку лег отдохнуть на часок прилетела усонь шага на крыльцо за кольцо ну-ка встань сын коровы отвори ворота разводи-ка быстрее в печке жаркий огонь накорми меня напои меня велес буйный бог славки вскакивал булаву булатную схватывал ай ты буря яга золотая нога удалает и святогоровна мы сами три дня не едали мы сами три дня не пивали и схватил он ягу святогоровну стал ее булавой охаживать таскать по избушке за волосы ну вот видите как иногда люди которые в прошлой жизни друг друга очень любили как они встретившись в этой жизни но совершенно на ином вибрационном скажем так уровне опустившись уже до до царства медного или до царства змея как они встречаются из чего начинаются их отношения вырыва вырвалась святогоровна забегала она забегала на по избушке побежала от грозного велеса по горам долинам широким вслед за бурей ринулся велес прибежала горе сарачинской а на той горе черный камень подползла она под камень и ушла от велеса грозного воротились в избушку товарищи и привел велес камню их черному надо камешек повернуть сказал налегли усы не с дубы ней им помог и горыня змеевич тяну тянут не могут его свернуть подошел камню черному велес и одной рукой свороцил скалу братья гнал и глянули а под камешком пропасть страшная показалась это вход был в пекло подземная то тоже интересный момент дело в том что по славянским представлением само низкочастотное скажем так царство тоже делилась на по царства самый верхний слой это было темное царство из там дальше пекло и так далее то есть проход в пекло был закрыт неким черным камнем и три змея не могли его сдвинуть обелись смог сдвинуть одной рукой я думаю тут дело не только в силе велеса но и в том что здесь намекается на то что если уж человек начал свое духовное душевное падение за материализацию то он может пасть еще ниже даже с уровня там темного царства до самого пекла только по своему собственному желаю то есть некие змеи конечно могут ему помогать в этом в кавычках говоря помогать но если человек может совершить это падение только если на то будет его свобода воли и сказал им велес коровий сын мы зверей начнем забивать и ловить и ремни вязать и веревки ведь как забили зверей повязали ремень и опустили они в пропасть велеса оказался в царстве пекина видит он яга там похаживает всем булатные латы одеты раскричалась тут святогоровна чую пахнет в пекле духом живым чую велеса я могучего то есть видите здесь и падение происходит еще ниже и они друг за другом бегают но чувства у них друг друге друг другу только кого-то побить ударить посражаться а аж и ты яга святогоровна друг у друга с тобой нам бы надобно в битве тяжкой отведать силушку вот о чем я и говорю тут сошлись у соньша и велес стали биться они в рукопашную и было удалая у соньша яга да обочину бою грозному подхватила у соньша велеса опустила на землю сырую его и ступила ему да на белу грудь заносила тут буря яга над головою руку правую с булавой чтобы опустить ниже пояса по велению бога всевышнего тут рука у нее застоялась а в очах яги помутился свет то есть как мы видим все-таки всевышний не оставляет человеческие души даже в такой ситуации не дает совершиться неправедному как бы убийству разгорелась тут сердца велеса и махнул он правую ручушкой шипом с белой груди святогоровну из корешенька встал на ноженьки поднимал он у сонши ягу и бросал на землю сырую наступал он ей да на белую грудь заносил он тогда над своей головой руку правую с булавою опустить хотел ниже пояса по делению бога вышнего тут рука его застоялась ясный хочешь как помутился свет и сказал так и сказала так святогоровна ай ты бойный велес макучий бог сын коровы мэлфи сурьей видно бог решил нас с тобой умереть ты возьми меня велес в жены я дала за рог победишь меня стану станешь мужем тогда моим то есть ну вот раз не победили друг друга значит нужно жениться ну уже первый шаг на пути к тому чтобы начать свое восхождение душевное как бы наверх потому что есть решение уже создать семью тут сеги соскакивал велес брал ее за рученьки белые брал за перстни и золоченые подымал ее со сырой земли становил на резвые ноженьки становить из становил ее супротив себя целовал он свет святогоровну называла жену любимую и колодцу тогда подошли они закричал тут велес товарищем эй вы братцы тащите ка бурю яку то жена моя разлюбезная потянули они святогоровну а как только я вышла из-под земли уронили веревку в провал они и бежали от ужаса в стороны так остался велес в земле сырой стал бродить по царству подземному вдруг он видит громадное дерево на макушке его свита гнездышко а в том гнездышке 5 5 5 птенцов сидят и не просто сидят криком все кричат он увидел поэтому дерево змей ползет гнезду беззащитному велес тут подошел сбил ползучего змея и убил его булавую своей зашумел тут ветер и дождь пошел загремел во царстве подземным гром закричали птенцы буйну велесу то не ветер шумит то не дождь дождит то не гром гремит шум велик идет то летит подымая ветер гамаю родимая матушка то не дождь дождит слезы капают то не гром гремит гамаюн кричит налетела тут гамаюн увидела буйна велеса фу-фу-фу в пекле духом запахло живым кто б ты не был герой я тебя проглочу закричали птенцы грозной птицы той ты не тронь его наша матушка спас нас велес от змея могучего спас от смерти нас неминучий если так все что хочешь проси меня отнеси меня птица на белый свет видеть я хочу солнце красное походить хочу по земле сырой запаси тогда на сто дней еды собери воды на сто дней запас будет долог путь к свету белому велес тут приготовил 100 бочек еды и запасся сотнюю бочек воды сел на птицу верхом и отправился в путь к свету белому к солнцу красному вот летит гамаюн словно ветер за едой и водой поворачивается повернется она бросит велес еду либо воду ей льет в пасть раскрытую показался уж выход на белый свет а у велеса бочки закончились обернулась она дай мне велес кусок а не то и не достанет мне сил долететь велес брал острый нож и икры им отрезал бросал гамаюну в раскрытую пасть тот же миг гамаюн поднялась в мир живой здесь и солнышко светит трава зеленеет птица в небе поют реки быстро и текут гамаюн тут велеса спрашивала чем ты велес меня под конец кормил я тебе скормил икры с ног своих и тогда гамаюн икры выплюнула и пристали они снова к ногам его очень интересная отрезок мифа и так велес и буря яга оказались пекли то есть на самом как бы низшим для человека вибрационном уровне и первым шагом к тому что они хотят оттуда подняться с этого уровня это было желание создать семью жениться они признали друг друга мужем и женой они составили пару а вдвоем конечно если поднимается один партнер то он конечно должен обязательно помочь выйти из такого состояния другому партнеру и вот велес просит своих товарищей змеев поднять его жену на поверхность это видимо описывается один из возможных путей поднятия конечно темное царство по своему я так понимаю вибрационном уровне находится конечно повыше чем пекло но даже если человек окажется там это уже немножко лучше но в принципе он особо не изменится и вот змеи поднимают ягу и в страхе разбегаются но страхи я думаю здесь два варианта либо потому что она их победила силой а в царстве змея кто сильнее тот и прав и естественно там все решается только с позиции силы или с позиции денег у кого больше денег тот и прав вот либо они разбежались поскольку буря яга она по своей сути все таки была ясуньей вот но благодаря этому велес познал иной путь восхождения души то есть благодаря тому что буря яга распугала такие вот этих змеев которые не смогли его вытянуть потому что они бросили эту веревку велесу пришлось искать иной путь и восхождение обратно в то состояние в котором и он и должен был находиться как бог ясу и белес находит этот путь мы в мифе мы читаем что в неком месте пекла растет дерево на нем находятся птенцы птицы гамаю кто такая птица гамаю птица гамаю это одна из основных мифических птиц славян она является вестницей богов это светлая птица она даже в одних источниках говорят что это птица самого велеса других источников что это птица всевышнего в общем то птица это символ мысли символ духа всевышнего то есть о чем говорится в этом кусочке мифа что всевышний поскольку птица гамаюн выводит своих птенцов пекли даже в пекли оставлять своих птенцов кто такие птенцы гамаюн это те же самые как бы ростки стремлений души к богу то есть на каком бы вот низшим уровне не находился человек даже если он попал в такой вибрационный уровень как соответствующие славянскому пеклу то все равно всевышний дает ему шанс он присылает свою птицу гамаюн туда для того чтобы человек начал восхождение не пал еще ниже там где как бы возврата уже нету он бы начал свое восхождение пришел бы к тому состоянию в котором которое он и должен как бы находиться задача человека в чем состоит чтобы уберечь эти ростки духовности этих птенцов гамаюн ростки талантов ростки желания идти к богу возвращаться в свой дом небесный защитить эти ростки от змея который конечно хочет их уничтожить и велес это делает за что он получает возможность при помощи силы всевышнего и птицы гамаюн подняться на высокий вибрационный уровень то есть к свету белому как тут говорится и велес выражает свое желание что я хочу подняться вот на что ему птица гамаюн говорит что ты должен запастись и едой что это такое я думаю что восхождение души происходит при помощи силы всевышнего мысли всевышнего до птицы гамаюн но при этом нужна еще и душевная пища пища для души или духовная пища но эта пища не от самого человека не сам он ее производит а эта пища взятая со стороны то есть каких-то учителей от каких-то проводников светлой информации от каких-то мудрых книг и вот этой пищей он кормит птицу гамаюн которая несет его к свету и и вот в конце когда как мифе говорится показался уже белый свет птица гамаюн просит его еду а у велеса закончилась то есть закончилась вся эта духовная пища которая со стороны которой он питался это своего рода последнее испытание то есть готов ли человек действительно перейти эту черту и снова вернуться в свое нормально исконное божественное состояние как бы человека здесь спрашивается а готов ли ты пожертвовать чем-то от себя готов ли ты пожертвовать собой для того чтобы оказаться там наверху и чем ты готов пожертвовать и вот велес отрезает и крысо своих ног здесь конечно тоже надо все понимать образно дело в том что вот такая часть тела как икра не относятся к знаку водолея а мы знаем что сам велес он соответствует знаку водолея высшая мистерия знака водолея ставит перед человеком задачу такую ответственную задачу как разделение зерна от плевел как способность уже способность человека отличать добро от зла вот на это и проверялась душа человеческая представленная в этих мифах как бог велес на то насколько она уже способна отличать света тьмы и правду от кривды вот и насколько он способен пожертвовать собой а также пошло ли ему впрок это духовная пища то есть переварили он не ее и может ли он отдать что-то от себя для того чтобы подняться более выше и велес это смог сделать и поэтому птица гамой он сразу же рванула вверх и очутилась наверху то есть он как бы сдаст достоинством прошел это испытание духовное и она его спросила чем же он кормил ее в последний раз и она отдала ему это то что он отдал ей отдала ему обратно и оно приросло на место почему это говорит что все что ты отдашь от себя вернется к тебе никуда она не денется вернется тебе старицы мало того что ты получишь возможность снова прийти в свое истинное духовное состояние но и все что ты отдал в мир а но к тебе еще и и стариться и вернется так сказать и так из этой части мифа мы подводим итог что вот есть как бы пара до велес и его буря яга поскольку боги нас создали по парам каждого есть своя половинка мужчины женщина у женщины мужчины велес искал конечно свою половинку и он знал где ее искать он нашел ее но и он опустился вместе с бурей его и до самого нижнего вибрационного состояния то есть до пекла и только желание создать семью дало толчок тому чтобы подниматься наверх однако буря яга поднималась одним путем она поднялась только до уровня темного царства ну хорошо хоть не в пекле осталось вот велес же благодаря своим так сказать духовным подвигом тому что он не заглушил голос всевышнего в себе он поднялся конечно гораздо выше что из этого мы вышло мы прочитаем дальнейшем на этом я пока заканчиваю разбор первая часть этого большого мифа интересного и благодарю всех за внимание и